Как только вы подумали, что сериалы антологии Мертвы, Райан Мёрфи и Брэд Фальчук переизобрели концепцию из золотого века телевидения. Добро пожаловать на WatchMojo и сегодня мы рассортируем сезоны Американской истории ужасов. В этой подборке мы взглянем на первые 8 сезонов Американской истории ужасов и разместим их от худшего к лучшему. Мы основывались на том, какие сезоны разгулялись на всю катушку, в каких был лучший актерский состав и, конечно же, те, которые напугали нас до чертиков. Мы постараемся свести спойлеры к минимуму для тех, кто не видел шоу, но нам все же придется углубиться в несколько ключевых моментов сюжета. Номер 8. Руанок. Шестой сезон. Каждый тизер премьеры шестого сезона нагонял все больше тумана. От Руанока при всей его неоднозначной рекламе мы ожидали чего-то совершенно невероятного. Как оказалось, сюжет сезона закручен вокруг мокюментари «Мой кошмар Руанока» с интервью и реконструкциями. Он вдохновлен легендой об исчезнувшем поселении колонистов Руанок. Хоть для АИУ живая съемка оказалась чем-то новеньким, такое мы уже видели в «Ведьме из Блэр» и «Паранормальном явлении». Даже метаповорот в середине смахивает на сатирический хоррор вроде Крика. Этот сезон не совсем удался, да и закончился на разочаровывающей ноте. Но Руаноку стоит накинуть пару баллов за старания и за захватывающую игру «Один и Портер». Номер 7. «Отель». Пятый сезон. «Отель» — первый сезон без Джессики Ланг и еще первый, который не номинировали на прайм-тайм Эмми. Американская история ужасов начала приедаться зрителям, перестала шокировать мясорубкой и кровью. Леди Гага была главной продавщицей этого сезона, но она разъединила аудиторию. Хоть Гага и выиграла «Золотой глобус» за блестящую роль графини, но критики почувствовали ее слабину как актрисы. А настоящей звездой сезона стал «Отель Кортез» — царство пугающей и нервирующей атмосферы. Сеттинг обеспечил жуткий бэкграунд для нескольких забавных и ужасных событий сезона, как та сцена кошмарного обеда. Номер 6. «Апокалипсис». Восьмой сезон. «Апокалипсис» создавался как переходный сезон между Домом-убийцей и Шабашем. Получилось скорее продолжение Шабаша с фокусом на ведьмах из Академии Мисс Робишо. В этом сезоне мало показывают Констанс Лэнгдон и семью Хармонов, да и сезон начинается с конца Дома-убийцы и с рождения Антихриста. Эпизод «Возвращение в дом-убийцу» лучший в сезоне и любимейший у поклонников. Нам бы хотелось побольше таких сезонов, ведь «Апокалипсис» действительно освежил темп сериала и ловко связал несколько затяжных сюжетных нитей из прошлых сезонов. Прежде всего, это расширило мифологию шоу необычными приемами. Номер пять. «Культ». Седьмой сезон. Когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США в 2016 году, нация раскололась надвое, и часть очень боялась. АИУ задействовала эту паранойю в культе, отбросив любые сверхъестественные элементы в пользу психологического и настоящего ужаса. Культ оказался своевременным и из-за президентства Трампа, и из-за растущей угрозы крайне правого терроризма. К тому же за месяц до премьеры произошла трагедия в Шарлоттсвилле. Этот сезон частенько балансировал на грани фола со своим черным юмором, и лишь время покажет актуальность его политических шуток. Однако зубастая сатира и беспорядочная игра Эвана Питерса в роли лидера культа Кая Андерсона сделали американскую историю ужасов великой. Опять. Номер 4. Шабаш. Третий сезон. Шабаш – нечто среднее между Гарри Поттером и Людьми Икс с примесью безумия. Как и Роуг из Людей Икс, Зои Бенсон узнает, что обладает сверхъестественными способностями после сближения с мальчиком. Ведьма отправляется в школу для исключительных молодых леди. Там она знакомится с директрисой Карделией, Подлай Мэдисон и с увядающей высшей ведьмой. Третий сезон не без сюжетных дыр, ведь в нем умирает несколько персонажей просто чтобы потом воскреснуть. Тем не менее, Шабаш безупречно пользуется всеми прелестями нового Орлеана, а салемские испытания ведьм могут стать хорошим заделом для крутых сюжетных линий. Кроме того, этот сезон – прекрасная синергия обладательниц прайм-тайм Эмми, Джессики Лэнг и Кэти Бейтс. Номер три. Фрик-шоу. Четвертый сезон. Из названия понятно, этот сезон обязан своим появлением классическому и культовому кино «Уродцы». Шоу «Уродов» – волнующий сезон, как и фильм 1932 года, но с большей кровищей и мясом. Сезон сделал звездой клоуна Твисти, и он получился очень в духе времени. Но вот кто действительно воровал все экранное время, так это Дэнди Финна Витрока. Избалованный, богатый мальчик, прыгающий с одного безумия на другое. Даже в сезоне с двуглавой Сарой Полсон Дэнди был настоящим уродом. В этом сезоне впервые экспериментировали с идеей общей вселенной, с множеством возвращений к предыдущим моментам. Номер два. Дом-убийца. Первый сезон. Одно из главных преимуществ первого сезона – никто не знал, что это будет сериал-антология. Хотя мы не были уверены, чего ждать, зрители полагали, что сюжет будет зациклен на семье Хармонов. И вообразите наше удивление, когда несколько ключевых персонажей постигла печальная участь. Кроме того, что Дом-убийца – это самостоятельный сезон, он еще и жуткая история о призраках. В первом сезоне – идеальный баланс сверхъестественного и настоящего ужаса. Да и Тейт Лэнгдон получился похожим на многих известных психопатов, но в настоящий шедевр сериал превратила Джессика Ланг. За роль Кристенс Лэнгдон она получила премию «Прайм-тайм Эмми», награды гильдии киноактеров и «Золотые глобусы». А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Психбольница. Второй сезон. Психбольница взорвала нам мозг, хотя сюжетная арка про инопланетян все еще заставляет нас недоуменно чесать затылки. Никогда раньше этот сериал не приводил нас в такие жуткие и клаустрофобные места, как поместье Бриарклифф. Все актеры феноменальны, от Джессики Ланг, Сары Полсон до Закари Квинта и Джеймса Кромбеля. Фактически, Психбольница доминировала на Эмми в том году. 17 номинаций, это больше, чем у любого другого шоу. В этом сезоне даже нашлось место для невменяемого и захватывающего музыкального номера. И все это среди шокирующих твистов и гротескных персонажей. Как и в лучших сериях Сумеречной Зоны, в Психбольнице рассказали человеческую историю о предрассудках, из-за которых и случается настоящее безумие. А вы согласны с нашей подборкой? Расскажите в комментариях, какой сезон АИУ произвел на вас наибольшее впечатление. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.